Цао! На радиоболтком Академия Здоровья и с нами на прямой связи Евгений Данько, глава Каватор, компания, которая является официальным представителем литовского производителя ионизаторов воды. И на ЦСУ-15 можно прийти, посмотреть, попробовать и попробовать все виды, какие возможны воды, которые готовят эти ионизаторы. Здравствуйте, добрый день! Добрый день, здравствуйте! Вода действительно та среда, из которой мы все вышли, когда-то вылезли на сушу. Вода именно там, где зародилась жизнь на нашей планете. И вода действительно является одним из таких универсальных, удивительных факторов, позволяющих нам поддерживать наше здоровье. Буквально несколько минут назад мы говорили о том, что в наши ковидные времена люди стали реже обращаться к врачам, но просто, может быть, боятся приходить лишний раз в больницу, в поликлинику, опасаются заразиться ковидом или, может быть, еще какие-то страхи у них присутствуют. В принципе, я понимаю, те самые ионизаторы воды – это тоже ведь решение для того, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать иммунитет своего организма. То есть, самое главное – возможность противостоять любым заболеваниям, в том числе осенним, когда погода меняется, становится все холоднее, дожди, лужи и прочее, прочее. Вы знаете, Олег, я проверил действия не просто щелочной воды, а вот того, что литовские производители, завод «Бурбулюкус», кстати, у нас в Латвии, когда-то тоже должен был быть построен цех на ВЭФе, его проектировали, его делали, но до промышленного выпуска ионизаторов воды бытовых так дел и не дошло. На базе нашего советского ВПК в городе Поневежис производство было открыто и в городе Ташкент. Эспера-1, собственно говоря, так НП и называлось, Эспера, выпускали на Советский Союз. И, вы знаете, в то время, когда, к примеру, разработкой каких-либо котлет, беточков и шницелей занимались научные институты, не только лекарствами занимались профессора, это сейчас у нас, не посмотришь на какой-нибудь БАД, лечат от всего, знаете, как кремлевская таблетка. Вот тебе половинка от головы, половинка от нижней части туловища, не перепутай. Если говорить про ту самую настоящую ионизированную воду, щелочную, как вы правильно подметили, кислотную, ну, живая, мертвая в народе название, либо серебряную, вот, наверное, с этого стоит в ковидные времена-то и начать, то, возможно, не просто профилактика, когда процентов на 70 вы исключаете вообще вирусный фактор. Ведь я когда-то проверил это очень хорошо на себе, помните, я вам рассказывал, да, в бытность наших эфиров на рижских радиостанциях в 2013-2014 году было так, что заболел гриппом, купил тамифлю за 58 евро, как сейчас, помню, пачку отдал за пачку этих таблеток денег, почитал по бочку и решил, что пить не буду, потому что есть очень большой шанс, что с моими наследственными заболеваниями, с этим эхо войны, густой жирной кровью, ну, соответственно, и давление, понимаете, да, то есть густая кровь, одно за собой, другое влечет. Я вроде как щелочной водой поправляю, но если сейчас я вот этой химией наемся, мне же точно будет плохо, и не факт, что оно мне поможет выздороветь. Я вспомнил, что литовцы что-то рассказывали про серебряный электрод. Проверив, что это настоящее серебро, здесь мне помогла наша рижская лаборатория, гостиница Рига, там много возле нее есть. Она всю жизнь, мне кажется, была и существует, сколько наш город. Я применил по назначению серебро. В ионной форме оно проникает через мембрану клеток наших, чужих. В нашей системе ферментативной ничего, наоборот, строительный материал, полезная вещь, кровь омолаживает, опять же, да, то есть с советского времени отдельно даже выпускались такие приборы, которые называются ионизаторы серебра. ЛК-27, ЛК-35 со знаком качества еще, помните, где СССР такой значок был, да? Вот, они не только в аптеках продавались, ну, дорого стоили по 27-30 рублей, по 11 рублей. Это когда зарплата 150 рублей была, да? То есть ценность, не потому, что там супер микросхема, серебро должно быть настоящее, на 4 девятки. И вот литовцы, они молодцы, они об этих серьезных таких моментах, ну, ковидом я болел, скажу сразу, ковид существует, он есть, ребята, да? Если кто-то не верит, то вот с детского памперса можно прямо так вот абсолютно спокойно, ни запаха, ни вкуса, ничего не чувствуешь, но ковид за 3 дня – это тоже реальность. Я попал в те 30%, которые все-таки подцепили, ну, бяка очень серьезная, но с помощью того же серебра, вот когда я в 13-14 году, не знаю, мне кажется, перед ковидом последний раз, когда я вообще чем-либо прослужался, болел, применил серебро и грипп за 3 дня с выходом в эфир, симптоматика вся слетела к концу вечера, ни температуры, ни ломоты костей, ни выворачивания суставов, ну, симптомы, я думаю, знакомые каждому, да? Что тут долго рассказывать. То же самое произошло с нашим родным ковидом, с которым тут уже с 2 года практически сжились. За 3 дня ковид. У всей семьи, без побочки. То есть 20 миллиграмм серебро, рекомендации идут в комплекте. Для тех, кто умеет читать, они есть, присутствуют с нашими приборами, со всеми модельным рядом, да, как применить кислотную, щелочную, серебряную воду. И серебряная вода, их немного, всего 25, но мне больше всего нравится вот то, чем, скорее всего, страдает большее количество людей, если посмотреть по статистике. Это проблемы с пищеварением. В частности, язва 12-перстной кишки, язва желудка, там курс по серебряной воде 30 дней. В первые 10 проходят боли, больше вы с этим не столкнетесь. Последующие 20 дней закрепляют достигнутый результат, как бы, да, и делают его постоянным, стабильным. Ведь если посмотреть, то в определенных концентрациях, которые достижимы в наших приборах, хелиобактерия тоже гибнет. Это то, казалось бы, ну, с чем справиться практически в современной медицине, ну, не то, что невозможно, но очень-очень трудно. И после этого, как правило, если это антибиотики, нужно восстанавливать свою микрофлору, не факт, что обратно получится сделать как надо, да, серебро, серебро, повторюсь, это не только омолаживание крови, не только строительный материал для костей. То есть употребляя воду, которая разжижает кровь, в 5-6 раз лучше любой, даже самой дорогой покупной воды, это то, что вы можете сделать своими руками. Ну, никто вам на блюдечке не принесет, да, то есть здесь нужно применить свой труд, потратить хотя бы вот эти 3-5 минут с утра, чтобы у всей семьи, и у вас в частности, была возможность делать глоток живой воды, которая восстанавливает ваш организм на клеточном уровне. Это звучит, может быть, очень пафосно, но на самом деле представьте вот надувной шарик, да, и иголка, которая пытается его проткнуть, чтобы он лопнул, тут же заплаточка, да, то есть не успевает выйти воздух. Вот наши клетки, ну, только жидкость, не воздух, да, внутри и снаружи, также подвергаются атаке тех самых, ну, назовите это свободными радикалами, да, то есть то, что происходит в нашем организме практически с рождения, ну, оксидация, да, мы дышим. Опять же, когда мы выдыхаем литра-полтора влаги, вот подойдите к зеркалу, возьмите мобильный телефон, не знаю, поднесите карту, дыхните, вы тоже видите влагу, да, дыхание – это жизнь, но это технологический процесс, при котором можно, а, возобновить количество жидкости, теряемое организмом ежедневно, да, то есть технически на тот самый уровень вывести наш организм, когда благополучие он называется, да, то есть ни внизу, ни супер где-то там наверху, вечной жизни никто не обещает, это только в памяти человеческой, если она и существует, но изменить качество своей нынешней, настоящей, не откладывая этот долгий ящик, можно, в принципе, прямо сейчас, если вы подойдете и нальете кружку питьевой воды, вот те слова доктора первой городской больницы, врач, женщина, надеюсь, она еще жива, я очень сильно это надеюсь, она дозвонилась как-то в прямой эфир и попросила ей привезти на рабочее место, почему я говорю, что доктор в больнице, она вышла в белом халате из отделения, все, говорит, Евгений, я вас очень сильно прошу, говорит, слушала ваши программы, скажите людям, пожалуйста, что им обязательно нужно пить хотя бы просто питьевую, бог с ней, с этой ионизированной, щелочной и прочее, я, говорит, у вас примерно год жизни покупаю, у меня рак крови, я врач, я воду никогда не пила, считала, знаете, как Раневская, там, приписываются высказывания, нет у меня такой болезни воду пить, да, коньяк, вино, чай, кофе, но как врач я понимаю, что выпивая все-таки кофе 200 миллилитров, я обезвоживала организм, потому что 220 тут же уходит, но ничего и пузырь, это как у водителей, дальнобойщиков и просто водителей, есть вот такая, ну, не болезнь, вещь, когда ночью на заправке выпиваешь стакан кофе, обязательно, очень главное, взять с собой бутылку воды, чтобы через полчаса не заснуть за рулем, после кратковременного эффекта, который дает кофеин, да, наступает эффект обезвоживания, когда из тебя выходит, и вроде еще не остановился, в кусты не сходил, но из цикла водообмена вышло, ну, в мочевой пузырь, собственно говоря, 220, да, то есть забирает больше, чем дает, поэтому из кофе ваш организм влагу для своей жизнедеятельности, воду, да, выделить точно не может, это то, что вызывает обезвоживание, а обезвоживание, как следствие, это причина многих заболеваний, причем даже не надо далеко ходить, чтобы сильно пугать людей, ну, суставы сыпятся, сами понимаете, смазки нет, воды нет, да, откуда же ее взять, с кремом не вотрешь, хуже того, у молодежи, у наших довольно молодых людей, вытянет, да, когда вот такой хмурый лобик, с утра просыпаешься, уже все плохо, голова болит, раздражен на всех, усталость, одышка, хотя, казалось бы, ну, впереди еще целая жизнь, как современные ученые говорят, до 120 лет, в принципе, можем спокойно не дотянуть, а полноценно дожить, если будем разумно использовать современные технологии, так вот, ионизация воды, это ни больше, ни меньше, как всего лишь, ну, достаточно молодая, всего лет 30, но современная технология, ну, в принципе, про эту технологию вы знаете, Алексами, что если применить логику, да, здравый смысл, то у вас все получается, дело только за вами налить воды, включить, нажать кнопочку. Тем более, что там, ну, там я смотрю, есть режим сразу же питьевая вода, то есть он уже заданный PH, да, я понимаю, на этой питьевой воде, и есть, например, ручной режим для тех, кто хочет, например, сам выбрать необходимый PH. А для чего все-таки вот нужно выбирать этот PH? Почему есть такая опция возможности сделать его больше или меньше? Ну, точно так же, как с серебром, можно слегка посеребрить воду, да, это вот та самая профилактика, когда, опять же, ни детей, ни пожилых людей заставлять не надо, то есть ни тех, кто в рекламе ничего не понимает, ну, в силу там возраста, год, два и даже меньше, да, ну, вкусно начинают пить, не нужно заставлять, не нужно уговаривать. Так и людей пожилых, когда вы чуть-чуть посеребрили воду, 0,1 миллиграмма, это буквально 12 секунд вашу щелочную занимает посеребрить, пропадает вот это вот, знаете, да я уже привык не пить, сколько мне осталось, отвезить меня завтра на кладбище. Он начинает пить, начинает улыбаться, потому что легче себя чувствует, да, начинает жить. Мы продлеваем жизнь и изменяем ее качество. Вот, в принципе, смысл нашей деятельности. То же самое, когда вы вручную по рекомендации, прошу заметить, медицинские рекомендации идут в комплекте, писали их врачи. Вот там имя доцентра Пятра Сашибильскиса, кстати, сотрудника нашего завода, написано не просто так. Когда вы выбираете по рекомендации, к примеру, ну, сахарный диабет, да, серьезная болячка, перед едой там написано делать, например, высокощелочную. Для чего она нужна? Ну, там не просто максимальный до минус тысячи милливольт. Те, которые понимают, о чем я говорю, это заряд, который есть и в нашей крови, живого человека. То, что редко, но присутствует в подземных источниках, в нашем приборе вы можете сделать до минус тысячи милливольт PH1-1.0, представляете, да, такая эмульсия, можно сказать, ну, скользкая вода. Ее пьют онкологические больные, и в Риге я знаю таких человек пять, которые не просто ходили на химию, и когда волосы не выпадают, ноги не немеют, да, посредствия той же химии выводятся из организма. Ее пьют, ну, спортсмены, у них там другая проблема, у них не завтра умирать, да, то есть им результаты нужны как можно более лучшие, ну, и не спалиться на допинге, а может быть, еще и без него обойтись, и вот высокощелочная вода, она как раз позволяет обойтись без допинга, и подтверждение тому есть. Да, немало, и у нас они сдокументированы на сайте aquator.lv, можно посмотреть, и в чем там смысл, то есть та же молочная кислота, которая выделяется организмом при интенсивных нагрузках, да, она не дает мышцам скрутиться в судорогу, нейтрализуется, то есть человек до тренировки, во время тренировки с бутылочкой ходит, и у него совершенно другой результат, и вот когда у тебя уже на груди золотая медаль, а наши спортсмены, у нас так командой называется, акватор, доказали всему миру на всемирных чемпионатах еще в доковидное время, что можно взять золото и в 47 лет, понимаете? то есть можно не просто чувствовать себя лучше, можно получить реальный результат, который называется первое место, то есть вот тот лозунг «мы первые», да, он не зря, не случайно взят нами, мы первые, мы пионеры в электрохимической активации воды, мы тот самый советский завод, который с 88-го года, ну, 1988-го, да, не просто существует, работаем, ребят, продаем более чем в 40 стран мира, наша продукция, это гарант, ну, залог качества, это как швейцарские часы, акватор, мне кажется, единственный из постсоветского пространства, ну, ташкентского завода давно уже нет, в Риге так и не открылся, единственный, кто сертифицирован в Великобритании, то есть королевское общество, ее величество Елизаветы Второй, дай бог ей здоровья, больных с сахарным диабетом, есть такое в Англии, наши приборы закупают у нас из поневежеса централизованно для того, чтобы раздавать, ну, бесплатно могут себе позволить своим членам, почему, почему, да потому, что при сахарном диабете это не просто разжижение крови, да, вспомним, выведение продуктов распада, насыщение организма в ионной форме теми веществами, в которых он просто нуждается, он молит вас часто об этом, когда вот виски разрывают от тяжести, головная боль, организм, мозг кричит, ну, дай мне воды, дай, пожалуйста, человек чаще всего что делает, да, давайте таблиточку аспиринчика, говорят, кровь хорошо разжижает, кровь-то состоит из воды, не из аспирина, понимаете, да, вот у англичан сертификация заняла 4 года, я, честно говоря, не до конца верил, что пустят, потому что все-таки, ну, постсоветское пространство для них немножко, как они сами говорят, неизвестная территория, почему, потому что, ну, вот при странах, при том, что была большая, да, научно-исследовательских институтов куча, а качество смогли удержать и не пропасть за эти 30 лет, смог только один завод, находящийся в Литве, у нас, в Прибалтике, помните, вот как телевизоры шелялись, цветные были, да, работали, и до сих пор еще у кого-то работают, холодильники с найги, кстати, наши нынешние мощности завода расположены на именно том самом шелялись, то есть мы увеличились в размерах, то есть уже на Джекар-Агатве нам места было мало, и теперь мы открыли новые производственные мощности, которые работают на 40 стран мира. В том числе и на Латвию, я понимаю, что в Латвии как раз... В том числе и на Латвию, да, да, завод принял решение, ну, я считаю, конечно, монументальное, более не работать с распространителями, потому что, в принципе, люди-то в чем нуждаются на самом деле? Не просто в красивых сказках о воде, да, а в качественной помощи, то есть люди должны, наши клиенты, всегда точно знать, что им помогут, помогут советом, да, помогут с объяснением, всегда нужно прийти посмотреть на всю заводскую линейку, это у нас в данный момент три прибора, да, мини, сильвер и новые 2020 года Vivo, который вышел и занял, в принципе, сразу первое место, как только мы его презентовали на выставке Акватэши в 2019 году, первое место за инновации, как и в 2017, сильвер, заняла наша продукция. Почему? Мы первые, не просто пионеры, которые когда-то стояли у истоков, а те люди, которые вкладываются в научно-исследовательские разработки, не просто как сделать прибор удобнее и современнее, а как без медикаментозного вмешательства, вот то, что начали еще советские ученые, да, вот это начало, как без медикаментозного вмешательства, без химического в организм человека сделать его здоровым. И на собственном примере, проверив на себе, одно дело, можно сказать, ну ладно, вам там еще как бы 40 лет было, вы еще достаточно молодые. Великие Луки. Бабушка та, которая попала, помните, я вам рассказывал, Олег, в Солоскутский концлагерь, прошла его, над которой немцы опыты ставили, она не просто еще жива до сих пор, 91 год, дедушка 94, последние 3-4 года, ну примерно столько, они эту воду пьют, причем соседка договорился с ней, на примере, к внуке к ней приехали, горло простужено, ай, что делать, все заболеем, приготовил кислотной воды, того самого аналита, что в аптеках делался и продавался советский, 3-4 минуты, как всегда, результат, горлоотек спадает, сопление, дышишь, кислотная вода, по H2,4, то есть она не просто поверила мне, она увидела, как это сработало с ее самым дорогим на свете, с ее внуками, да, вот на глазах, она начала, убедившись в действии кислотной, делать вот эту щелочную и серебрить для моих бабушки и дедушки, великие луки, они просто напротив переулок Заслонова, тут 9, тут 12, живут, она ходит по утрам, вечером, ну, помогать, люди пожилые, хотят дед сам и кушать готовят, флотская закалка, сам в магазин ходит, 94 года, представляете, так вот последние 3-4 года произошли изменения, которые невозможно не заметить, одно дело внешне, ну, то есть лицо, как у бабушки, больше никак, знаете, вот сморщенная, как говорят, печеная картошка, да, выглядит потемневше, еще темнеет, когда вот люди стареют, нет, разглаженная, светлая, практически без глубоких морщин, ну, лучики добра остались, ребят, ну, 90 уже случилось, представляете, да, как это наблюдать своими глазами, когда больше бабушка не 10-5 минут где-то за столом посидит и потом со стоном там все отнесите меня в мою комнату, мне плохо, мне надо таблеток выпить, час может просидеть, полтора за столом, общаясь, разговаривая, да, то есть пусть не 3 литра в день, как говорят некоторые врачи, но мы все разные, по возрасту, по весу, да, по привычкам, но свои приблизительно литра-полтора она выпивает, раньше это был стакан, запивая таблетки, теперь таблетки она употребляет, да, тут я себя кулаком в грудь бить не стану, что врачом прописано, пьется, но уже, слава богу, не в тех количествах, аккуратно, то есть делаются анализы, там можно сделать и выездные на дом, приезжают, все проводят, одно дело, сахар и триглицериды и все прочее, холестерин в норму пришел, да, другое дело, что человек физически получает радость от ежедневного процесса, который называется жизнь, качество жизни повышается, суставы, несуществование, поймите правильно, и в 90 лет можно жить, и даже если вам трудно, возьмите, скопируйтесь со своими родственниками, соседями, да, вы ведь этот прибор можете использовать, ну, как я говорю, как трактор, когда поле пашу, пахал на своем колхозе, можно и за соседней взяться, литовцы сделали надежнейшую вещь, которая проработает точно ближайшие 15 лет и не сломается, вот вы мне можете мои слова хоть лет на 5 точно подтвердить, да, что работает, у вас, я знаю, прибор, пока в сервис не обращались, да, но если что-то случится, ЦСУ-15, и, кстати, это не тот самый домик, где Владимир Ильич останавливался, как наши многие радиослушатели звонят, спрашивают, я говорю, нет, Владимир Ильич на ЦСУ-17, мы на ЦСУ-15, не перепутайте, то есть мы не музей, хотя нам есть чем похвалиться и похвастаться, но мы не музей, мы рядом, мы производство, вот когда в руки берешь товар, сделанный на настоящем заводе, на производстве, да, где работают и ученые, и около 70 работников, это те, кто создал и дал вам в руки, ваша задача всего лишь взять и понять, что без этого нормальной, счастливой жизни нет, мы то, что мы пьем и мы то, что мы едим, к сожалению, с едой, вы сами знаете, как у нас бывает, да, что на огороде сам вырастил, то в принципе экологический продукт, а если в магазин приходишь, чаще всего это имеется про упаковку, вот она была пластмассовая, вот картонная, картошка осталась как бы та же, с водой, дело обстоит все еще гораздо хуже, из 10 видов воды питьевой в магазине, но мы проверяли это, можете проверить сами с помощью ТД, с метро и ПАШ-тестера, дай бог, если 2-3 питьевая, журналисты многих изданий раз как-то в год активизируются, знаете сами, газеты читаете еще, да, проводят какое-нибудь расследование, доказывают, что там в большинстве своем просто вода из крана, продающаяся по баснословным деньгам, и на этом все затихает, хотя вопрос остро важный, вода ведь не просто правильная вода, полезная, питьевая, начнем хотя бы с этого, да, с минимального требования, вспомнив того врача, вода помогает снять усталость, она придает энергию молодости, даже очень пожилым людям, и когда она снимает тот стресс, тревогу и депрессию, она еще разжижает кровь, нормализует ваше давление, то есть я тот человек, который жил, жил еще с давлением, я вот помню, это пятый класс, пришел к маме медицинский кабинет, потому что очень было плохо, и медсестра подумала, что я симулирую, такого не может быть, давление у меня было 210 на 111, ничего себе, представьте себе, жирность крови 26 единиц при норме 1,1, этот заведующий мамин в поликлинике, в Плябниках, в этом сером здании, где она в детском кабинете работала, он пять раз мне давление мерил, не мог поверить, как это, а мне вот просто очень плохо стало, резко, наследствие, наследство, эхо войны, вот тот самый Солоспецкий концлагерь, где опыты ставили над бабушкой, получилось так, что кушаешь капусту, синтезируется все равно жир, жирная густая кровь, с таким заболеванием наш профессор Робликов Рижский, покойный, правда, уже, сказал, говорит, Евгений Анатольевич, ну, до 24-х обычно доживают, дальше нет, вот как мы наблюдаем таких больных, говорит, у вас удивительный случай, я говорю, ну, ну, приходилось голодать, есть капусту, а что, жить-то хочется, но против опытов не попрешь, и когда 9 лет, прожив на химии, получил страшнейшие побочные эффекты, не в 90 лет, в 40, понимаете, когда жизнь вроде только, ну, где-то на серединке, хочется еще пожить, с помощью этой воды, ионизированной щелочной, которая попала как-то мне в руки, ну, не родился я на этом заводе, не изобретатель я этой воды, я всего лишь пищевой технолог, и шеф-повар, я смог, а, не просто сделать свою жизнь лучше как-то, красивее, я смог жить без боли, без вот этого раз в 3 месяца, в 4, я не мог далеко от страды не отъехать, жить, поселиться, почему? Вы знаете, даже морфий не способен снять почечные колики, побочный эффект, когда пьешь 4 раза в день тяжелейшую химию, да, образуются камни в почках, в желчных протоках, и когда они начинают шевелиться, это очень катастрофически больно, то есть в скорой помощи, когда везут, привязывают к этой каталке, потому что ты, в принципе, неконтролируемый человек, настолько больно, что можешь сделать все с собой, с другими, печальная история, но за полтора года, за полтора года, не за полтора дня, я избавился полностью от своей фармакологической зависимости, перестав пить эти лекарства, избавился от тех самых камней, и в почках, в желчных протоках, они больше не возникают, старые растворились, это какая-то супер дорогая операция, нет, вы не поверите, я просто начал пить воду, я начал ее пить, начал сионизированной щелочной, потому что это была та самая единственная вода, которая была вкусная, с первого глотка, попробовать вы это можете, проверить мои слова, абсолютно бесплатно, просто придите на ЦСУ-15, да, вывески там грандиозной нету, увидите на здании двухэтажном, кирпичном, написано «Сонора», да, ну это вот наши соседи, вам туда вторая дверь возле большого раскидистого дерева, пока еще зеленого осень, еще не вступила в свои права, хотя сопли, да, вы правы, уже приближаются, и вот если вы хотите не ходить с этими полуметровыми соплями, без кашля, без простуды, видите, у нас сейчас в Москве плюс 13, но я пришел в свою студию в майке, почему, когда у вас нормализован обмен веществ, когда из инвалидов второй группы, а у нас в Риге просто так, вторую группу инвалидности, вы же поверьте, мне не давали, да, со мной рядом сидели люди и без руки на комиссии там, на Марупес, когда еще была, я говорю, а вы-то что здесь делаете, говорит, ну а вдруг выросло, вот приехали, говорит, залог с нами, в Ригу доказывать, что руки по-прежнему нет, можно стать не просто здоровым человеком, ну хорошо, ладно, не вылечил я свое наследственное заболевание, но анализы я сдаю, раз в три месяца хожу, и если на таблетках было 13 единиц, в реанимации, когда умирал 26, то сейчас 4 на воде, я считаю, очень хорошо, почему, потому что я могу жить, могу кушать, что хочу, после некротического панкреатита, а просто поджелудка в 2005-м выключилась первая, следствие вот той, густой, страшной крови, то есть здесь, когда валом вроде накатывается такая куча заболеваний, от которых, ну человек просто хоронит и все, и памятную табличку ставит, раз в год поминают, удалось не просто избавиться, ну пусть не окончательно, пусть отсрочка это 20, не знаю, 30 лет, но с 2005 года, сейчас 2021, прошло уже достаточно, врачи более двух лет не давали, говорят, это крайний срок, успейте сделать все свои дела, у меня родилось двое детей, вот дочки 10, сын 2, да, и как бы на этом останавливаться мы не собираемся, почему, потому что жизнь, ребята, после 40 только начинается, я вам предлагаю, не больше, не меньше, как взять реально свою жизнь, свое здоровье в свои руки, есть телефон, он очень простой, 6-222-22-44, запишите его, это телефон горячей линии, где дежурят наши специалисты, заводские, 6-222-22-44, если он занят, вам в любом случае перезвонят, можете записать еще мобильный телефон, 2-578-00-48, 2-578-00-48, либо 6-222-22-44, там вы получите ответ на большинство своих вопросов, потому что тема большая, интересная, и в рамки одной программы, но мы вложиться никак не можем. Да, к сожалению, программа уже... Да, про нас, да. Мы завтра, я думаю, обязательно продолжим эту тему, и поговорим... Да, в рамках программы Академия Здоровья, и действительно, может быть, ответим на какие-то вопросы, которые будут возникать, я могу напомнить, что можно присылать вопросы, ну, или звонить в прямой эфир, спасибо огромное, компания Акватор, можно всегда зайти на акватор.лв. И хочу сказать, что те, которые успеют дозвониться в течение часа после эфира, сегодня есть маленький такой бонус от завода, скидка 60 евро на наш новый прибор Акватор Вива, но вам нужно успеть дозвониться в течение часа, вот после нашего эфира, бесплатная доставка будет в подарок, комплект мембран стоимостью 29 евро и скидка 60 евро, ну, получается, где-то подарок на 100 евро, да, то есть не 439 евро, 379 плюс комплект мембран и бесплатная доставка в подарок тем, кто решит, что откладывать не надо. Если есть шанс, используйте его здесь и прямо сейчас, а потом звоните в прямой эфир и, кстати, да, дозванивайтесь, ведь за последние 10 лет пользователями наших приборов, заводских, литовских, стало более чем 100 тысяч человек только по Латвии. 6-222-22-44, да, по которому можно звонить. Спасибо большое, Евгений Донко и Акватор, компания Акватор, ЦСУ-15. Спасибо огромное, до встречи уже завтра в нашем эфире. До свидания. До свидания. Слушайте радио Болтком. Продолжение следует...